здравствуйте уважаемые кулинары меня зовут максим цыглинцев и это кулинарный лайфхак друзья мои я сегодня вам расскажу один очень классный рецепт я его придумал буквально только что из тех продуктов которые у меня были под рукой но объясню вам смысл сейчас лето жарко мы с вами все любим выезжать на пикник и готовить на грилях на мангалах вот такие вот интересные мясные блюда вот я все не как раз таки о таком блюде с вами хочу поговорить и рассказать как готовить интересные роллы из телятины с японским омлетом и копченым перцем значит у меня здесь телятина это спинка или и очень называют длинная мышца она не такая жесткая как лопатка там или тазобедренная часть но мы все равно сейчас будем из нее делать так называемые карпаччи очень тоненькие тоненькие такие слайсы мяса для того чтобы потом их заворачивать в рулет и быстро обжаривать смотрите что я буду делать изучайте повторяйте значит мяско я нарежу вот так вот фрагментарно такие кусочки пока что они слишком тонкие мне здесь особо это не важно потому что я с ними буду работать потом еще дальше вот так вот пол сантиметрика примерно нарезаем келятину веке режется очень легко мясо действительно нежная но даже у меня такое с прожилочками жировыми так называемая мраморная мяско да все вот такие куски я нарезал и смотрите что я сейчас буду делать с этим мясом значит вот как кладу кусочек я беру пленку пищевую и накрою это мясо пленкой вот таким вот образом эти затем возьму вот такую вот меня то ли скалка то ли толкушка да у меня все это два в одном и отбивушка тоже в том числе поэтому я обычно отбивать час мясо и вот такими движениями не просто калашмаги а легким движением я как бы бью и вот так вот в сторону мяско растягиваю для того чтобы не получить тоненький элегантный кусочек вот смотрите практически прозрачный слайс телятины получился зачем я это сделал для того чтобы максимально быстро обжарить ее на поверхности на горячей очень быстро все будет готовиться все еще так поступлю с каждым кусочком телятины а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, ребята, вот мы с вами отбили всю телятину. Еще раз покажу, вот она какая прозрачная. Пусть будут здесь какие-то дырочки, вообще не страшно это все. Теперь переходим к следующему продукту. Я буду делать тончайшие блинчики, так называемый японский омлет. В чем разница омлета французского, итальянского и японского? Сейчас покажу. Значит, я разбиваю в миску несколько яиц. Это может быть 2-3, в зависимости от того, сколько вам надо этих блинчиков получить. Я возьму 3 яйца. 3 яйца. Я посолю. Всегда солю розовая гималайская соль. У меня немножко соли. Я чуть-чуть поперчу, совсем немножечко. И вот в чем разница. Японский омлет такой азиатский, он сладкий, поэтому я добавлю сахар. Достаточно много. На каждое яйцо чайную ложку сахара. Вот такой вот будет интересный вкус. И, конечно, еще внесу нотку. Я добавлю кунжутного масла. Совсем капельку. Взобью. Все. И сейчас буду жарить свой сладкий такой вот азиатский омлет на раскаленной сковородке. То есть я нормально так ее прогрею хорошенько, чтобы яйцо сразу как бы вздувалось в масле. Сейчас увидите, это очень интересный процесс. Французы жарят на медленном огне, для того, чтобы омлет получился таким, да, пышным. А здесь он должен быть тоненьким и как бы таким взрывным получается. Вот так, погрею. Друзья мои, вот вы меня спросите, да, я начал с того, что мы готовим блюдо для пикника. Но вы вполне себе успешно можете приготовить на углях такой же омлет. Просто возьмите сковородку, которая жаростойкая, да, которая переносит хорошие температуры. Поставьте на решетку, на угли прям можно поставить. И омлет вполне себе легко сделать. Все, пошел легкий сизый дымок. Я температуру немного сбавлю. И прямо вот так вот из мисочки начну выливать. Делать такой блинчик, формировать. Вот, видите, он сразу же пошел. Сразу же пошел в масле жариться и раздуваться, взрываться вот так вот. Вот, смотрите, смотрите. Очень здорово, показательно. Вот, я его вот так вот болтаю. Прекрасно. Видите, такой блинчик из амолета получился. Можно вот тут вот так вот немного оторвать. Вот. Все. И я его буду сворачивать вот в такой вот рулетик. Все. Бац. Спрессую. И перекладываю на тарелку. Все. Вот это раз омлет. Собственно, сейчас будет вот такой вот перец. Друзья мои, я этот перчик запек в духовке. Я просто полил его маслом и поставил 180 градусов конвекция примерно 25-30 минут. Вот до такого состояния он должен набуглиться. Видите, кожура будет очень легко с него сходить. Я сейчас очищу этот перец от кожуры. Удалю все ненужные семена, лишнюю воду и нарежу этот перец соломкой. Ребята, вы такой перец не то, чтобы можете, а даже лучше делать на гриле. Угли раздуваете хорошенько, чтобы они были прям горячие. Перчик маслом смазываете, либо на шампур надеваете, либо прямо на решетку. И постоянно переворачивая добиваетесь вот такой вот текстуры. Если этот перец будет с огоньком, с гриля, это будет просто потрясающе. Поэтому вот этот рецепт абсолютно просто адаптировать под гриль. Если уж говорить о грилях, то я работаю с одними из лучших грилей. Это гриль Вейбер. Приобрести вы их можете в магазине инструмент оружия. Пока тепло, пока жара, прямиком туда к ребятам спрашивайте, говорите, как всегда. Мы от Максима, да? Они дают вам классную консультацию, все рассказывают. И получается, рулеты уже должны быть у вас в заготовках, прямиком на дачу и готовим крутые блюда. Сезон пикников в разгаре. Готовьте любимые блюда с помощью грилей Вейбер от сети магазинов инструмент оружия. Разнообразие моделей. Угольные, газовые, электрические для запекания, жарки, шашлыков и копчения. А также большой выбор аксессуаров для приготовления, розжига и чистки гриля. Какие рулетики без прекрасного вкусного соуса? Я придумал этот соус самостоятельно. Он будет фруктовый. Это будет соус на основе персиков, лайма и апельсина. У меня здесь персики, ведь лето. Я их почищу. Вот таким вот слайсером. Почищу слайсером. Нарежу на тоже небольшие фрагменты. Удалю кость. Понятное дело, она мне не нужна. И уже чистую мякоть, максимально срезанную, я добавлю в стакан блендера. Вот таким вот образом. Все, так поступлю со всеми тремя моими персиками. Что я взял за принцип сочетания, да, вот как я придумал этот соус? Я шел по магазину, смотрю, лежит прекрасный такой вот желтый персик, желто-красный. И подумал, а почему бы к нему не добавить апельсин? Ведь они по цвету схожи, а значит и во вкусе тоже будет схожесть. Я добавлю немножко цедры апельсина. Совсем каплю. Небольшой фрагмент отрежу сок апельсина, чтобы соус был посочнее. Добавлю немного цедры лайма туда же и сок лайма для кислинки. Вот так. Сбалансирую это дело небольшим количеством сахара. И, кстати говоря, в основу этого соуса будет входить еще один продукт желтого цвета. Это будет куркума. Но куркума не обычная, а с перцем чили и с кардамоном. Тоже фруктовая нотка, остринка. Подключу блендер и пробью соус. И чуть-чуть присолю. Соль, кстати, тоже поднимет и сладость персика. Все, соус мой готов. Я готов собирать рулеты. Перед тем, как отправить их на сковородку, в моем случае и в вашем случае на гриль. Вот так вот рулет. Мы, конечно же, обязательно присолим внутри. И подперчим. И теперь добавим ингредиенты в виде перчика, копченого красного. И, смотрите, вот так вот я нарежу яйцо. И вот так вот буду выкладывать тоже вовнутрь своего рулета. Вот так. И заворачиваю в рул. Раз. И два. Я их еще немного так вот сверху тоже поперчу. Перца мне вообще никогда не бывает много. Масло на сковородку. Налью побольше. Обжарка будет максимально быстрой. На гриле то же самое. У вас такие хорошие седые угли, максимально прогретые. Вы быстро обжарили, потому что телятина очень тонкая. Что тут, да, в несколько миллиметров слой. А внутри все готово. То есть нам только нужно дать корочку и быстро убрать. И, грубо говоря, засервировать это блюдо. Оп. Давлю чеснок, отправляю в сковородку и добавляю немного сливочного масла. Как стейк, да, такой я беру и этим маслом поливаю свои рулеты. Вот так. Все, напитаем их ароматом чеснока, сливочного масла. Я достаю их. Мне осталось лишь засервировать блюда. Яркие краски сегодня будут у нас. Белая тарелка, прекрасная. Точно так же вы можете ее приобрести в магазине инструмент оружия. Там есть все аксессуары для гриля, в том числе даже посуда для сервирования. Очень тяжелая, красивая такая вот тарелка. Я выложу вот так рукколу. Руккола родича. Это просто для украшения у меня будет. Выложим соус. И вот так вот выложим наши рулетики. Совсем не лишнее будет добавить и свежего чили. Ну, просто сверху посыпать. Ну, и дать черного перца еще. И сверху, как любят вази, я посыплю это дело еще молотым орехом. Друзья мои, вот такое вот блюдо, я считаю, что оно достойно хорошего мясного ресторана. Вы можете приготовить либо у себя дома, либо, конечно же, у себя на даче на прекрасных грилях. Очень быстро, просто и очень вкусно. Максим Цыгинцев, кулинарный лайфхак, кулинарная школа Папина кухня. Приятного аппетита. Пока. Субтитры подогнал «Симон»